МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, фотография – это выражение впечатлений. Так, на протяжении 34 лет, по четвергам, ровно в 18.00, встречаются и делятся впечатлениями участники народного фотоклуба «Силва». Большинство из них – люди рабочих профессий, которые по выходным дням любят бродить с фотоаппаратами, а после организовывать за свой счет выставки для горожан. Вот эти вот работы, ходишь и просто вот, даже мороз по коже, вот такие иногда отражают моменты жизненные, которые не схватишь вот больше ничем, как вот именно фотографии. В фотоклубе 10 постоянных участников, которые спорят во время обсуждения работ, доказывают друг другу, какое освещение лучше, и планируют, много планируют, чтобы сделать такого общественно полезного для разных категорий граждан. Один из лидеров клуба – Владимир Чуприков. Только кадр открываешь сразу, раз сюда смотришь, на СССР, потом переходишь на это пятно и на это. Владимир Чуприков начал фотографировать еще в школе. Первым его фотоаппаратом была смена 8. Закончил техникум, стал специалистом по ремонту и обслуживанию автомобилей. В 90-х ушел в бизнес. У Владимира своя мастерская, в которой он восстанавливает машины после аварий. Много клиентов появилось. Я уже маленько от дела начал отходить, только руководить начал. И появилось много свободного времени и деньги. Деньги вкладываю в фотоискусство, в свое хобби. Большие средства Владимир Чуприков жертвует для фотоклуба, ведь это общественная организация, которую никто не финансирует. Для фотоклуба монитор купил новый, компьютер новый, выставочный зал сделал полностью, освещение там провел, подвесы для фоторабот сделал, чтобы их выставлять. Да, полностью ремонт сделал. Чтобы знать все тонкости фотоискусства, Владимир поступил в Международную Нью-Йоркскую академию фотографии, где учится дистанционно и которую вот-вот окончит на отлично. Много снимает любимый кунгур. Все фото бесплатно отдает в городскую администрацию. В городе нет денег. Я городу дарю полностью. Я прихожу в отдел туризма и сбрасываю все новые свои фотографии. Тоже так же дарю их. С удовольствием Владимир Чуприков снимает возрождающиеся храмы, крестные ходы, праздничные церковные службы. Благодаря православной фотографии в этом году он стал членом Союза фотографов России и вошел в топ-100 лучших фотографов мира. Десятки удачных фотографий дарит священнослужителям. Так, хочу подарить вам пока две фотографии. Вот такой вид и общий вид. Общий вид уже с пятиглавием. Жалень сидел, снимал, ждал погоду. С балкона? Нет, с крыши. Вдвойне приятно, что такие люди есть, что такие люди делятся своим талантом и вот дарят нам такие прекрасные фотографии. Я думаю, что следующие фотографии, которые будут сделаны так же ими, уже храмы будут выглядеть намного лучше. У руководителя фотоклуба Сылова Сергея Уржумова бизнеса нет. Он ведет в школе уроки труда, а в Доме творчества – кружок деревообработки. Сергей считает, что с малых лет детей можно научить видеть прекрасное через рисунок, живопись, фотографию. И ребята раскроются, только нужно много работать. Чтобы научиться рисовать, надо брать в руки карандаш и рисовать. То же самое с фотографией. Вот вам дали инструмент, фотоаппарат? Работайте с ним. А вот он лежит, он сам не фотографирует. Разных подростков повидал Сергей Уржумов и понял, что трудные ребята очень хорошо реагируют на фотоаппарат. Так Сергей наладил сотрудничество с полицейскими из отдела по делам несовершеннолетних и начал проводить для подростков группы риска, оказавшихся в социально опасном положении, бесплатные фотоакции «Кунгур в кадре». Сейчас попробуем снять портрет сидящего человека здесь, и чтобы у нас красивый мост был сзади. Во время каникул, будь то осенние или летние, Сергей Уржумов прогуливается с 12-летними подростками по старинным уголкам «Кунгура», чтобы не просто фоткать, а красиво фотографировать любимые улицы и памятники архитектуры. Это ребята, кроме школы, в основном с ними никто не работает. И приучить их к новым знаниям, новым, получается, интересам, увлечениям, чтобы у нас они уже из группы риска просто перешли в группу нормы. Шестиклассница Анастасия Третьякова называет себя девочкой с очень активной жизненной позицией. Говорит, любит лазать по деревьям и по заборам, задираться с одноклассниками и сильно всем пакостить. Из-за этого пришлось познакомиться с полицейскими. А через полицейских с Сергеем Уржумовым, который вдруг открыл для нее мир фотографии. Ну, я узнала, как правильно надо фоткаться, что брать на первый план, как правильно фоткать правильного человека, портрет. Сергей рад, что акция «Кунгур в кадре» так нравится подросткам. Когда они соприкасаются с прекрасным, я думаю, что и вот уже на этой основе видят все хорошее, красивое и будут исправляться, не будут совершать каких-то противоправных поступков. А в детском краевом противотуберкулезном санатории по несколько месяцев вдали от дома, со всего Пермского края, лечится чуть более ста детей. Уколы, таблетки, снова уколы, между процедурами уроки, обеды, время на сон и снова уколы и таблетки. Вот и решили художники из фотоклуба «Сылва» организовать для детвора выставку своих работ. Для того, чтобы ребятам было комфортно смотреть фотографии, Владимир Чуприков за личные 36 тысяч рублей приобрел новые стенды. Их привезли на выставку еще в пленке. Для детей отобрали фотоработы разных жанров – портреты, репортажные снимки, пейзажи. Сегодня у нас в гостях фотохудожники из города Пунгура, из фотоклуба «Сылва». Они приготовили вам небольшой сюрприз. Это их творческие фотоработы. Все, ребята, пойдемте. Аккуратненько. Аккуратненько. Дольше всех разглядывала фотографии девятилетняя Яна Фатеева. Девочка удивляла все. Гусь, бьющий крыльями по воде, портрет ее ровесницы в солдатской форме, купание коней, но больше поразил запечатленный выстрел шампанского на чьей-то веселой свадьбе. Шампанское крылья, и все разлетелось. Прямо на женщину. И даже на тетеньку все полевось так. Вот там вот красиво, там так очень это весело. Яна не потеряла оптимизма и жизнелюбие, хотя у нее нет ни мамы, ни папы. За девочкой скоро приедет тетя из города Соликамска и увезет в приемную семью. Судьбы детей в санатории очень похожи, говорят воспитатели. Поэтому эти дети, зачастую обездоленные, умеют ценить такие художественные подарки. Дети очень интересуются работами, им нравится, задают много вопросов, где бы мы могли все сфотографировать, каким фотоаппаратом. Им приятно смотреть на наши клубовские работы. Ребята попросили фотографов, чтобы они оставили выставку на неделю. Ведь хочется еще и еще пересматривать фотографии. Если бы выставка была оплатной, конечно бы нашему учреждению здравоохранения трудно было бы ее организовать и принять. Потому что для организации досуга в подобных учреждениях, к сожалению, практически не выделяются финансовые средства. Сейчас к мастерам общественной организации фотоклуб «Силва» выстроилась очередь. Они составляют планы, куда направить свою передвижную выставку, которую ждут в школах, монастырях, сельских библиотеках полузаброшенных деревень. Они возьмут свои автомобили, зальют в бак бензин на собственные средства и повезут свои фотоработы туда, где они нужны. Чтобы люди смотрели, рассуждали, восхищались и, наверное, немного удивлялись тому, что в этом мире не все еще за деньги. Елена Долгов, Михаил Осечек, студия «ФМ-Видео», специально для программы «Большая страна». «ФМ-Видео» «Фм-Видео» «ба на сухе» «Большая страна»